Здравствуйте, друзья! С вами снова Владимир Конюка. И сегодня я поделюсь с вами способом приготовления очень, ну очень вкусного блюда, которое я намеревался приготовить на Новый год. Называется оно мясо по-казацкому тыкве. Но поскольку моя тыква, несмотря на то, что я ее как бы приобрел с грядки и очень бережно с ней обращался, я уже вижу, что еще целый месяц хранения она явно не переживет. И поэтому я просто вынужден приготовить это сейчас. Впрочем, это никак не повлияет на то, что я приготовлю это же мясо на Новый год, потому что оно очень вкусное. Оно стоит того, чтобы его готовить почаще. Но запекаться оно будет уже не в тыкве, а в каком-то глиняном горшке. И приготовление мяса по-казацки мне понадобится, собственно говоря, тыква. Вот у меня килограмма-полтора вот такого вот чудесного свиного шейка. Здесь у меня вот шампиньоны, сметана, масло сливочное. Вот здесь свежемолотая смесь перцев. Соль по вкусу. Вроде бы как все. Первым делом начинаю разделывать тыкву. Для этого мне надо снять крышечку из собственного ряста тыквы. Надо сделать пустотелый, вот такой вот горшок. Для этого вот. Вот так вот я разрезаю и формирую горшок. Вот так. Интересная эта тыква. Почему-то семена здесь черные. И теперь вот ложку. Буду вот таким вот образом освобождать от содержимого. Ну, собственно говоря, в итоге у меня получился вот такой вот горшочек. Я только что перемерил водой. Здесь около трех литров вместимость. Ну, как раз где-то я на такой подъем и рассчитывал. Ребята, для того, чтобы здесь затушить мясо, сначала надо прожарить вот эту тыкву. Особенность запекания тыквы такова, что при запекании она выделяет очень много сока, влаги. И если мы сейчас вот наложим сюда жареного мяса со сметанкой, с грибочками, вот этот выделяющийся сок, он вытеснит масло, сметану, вытеснит все. И будет все это вариво, будет в тыквенном соку. Вот для этого нам сначала надо вот эту тыкву запечь. Ну, по крайней мере, до полуготовности или до полной готовности. Я буду уже смотреть по ходу. Мы ставим вот так вот в духовку, запекаем. Влага выделяется, собирается вот в тыкве. И тогда вот каким-то половником это все вычерпывается. И то, запекаем тыкву. Наша тыква запекается. Шаг второй. Готовим отбивные. Я распустила шаг вдоль. И нарезаю вот сантиметра здесь, по полтора толщинам. Такие вот будут отбивнушки. Они потом разобьются. Станут гораздо больше. Отбивные можно готовить из любой части туши. Но лучше всего, конечно, шея. Вот видите, какие мраморные прожилки жира. И начинаем взбивать. Мясо у меня вот витопоперченное. И теперь беру шампиньоны и нарезаю крупными куцами. Ну, на четыре части. Закладываю сливочное масло. И засыпаю грибы. При жарке грибов сразу выделилось очень много влаги. Сейчас влага уже испарилась. И грибы как-то начали уже поджариваться. Они почти полностью впитали в себя масло. Вот сейчас грибы стали как бы немножко подлипать. Пошел запас жареного. И я заливаю сметану. Я смешаю углом до минимального. Ну, и то, прошло полчаса. Здесь запекается тыквочка. Здесь уже раскаленной... Здесь тушатся грибочки. И здесь уже раскаленные масла для жарки подбивных. Вот так вот. Присыпаем. Подбивные жарятся на ложке раскаленной стоворотки. Буквально по полторы минуты с каждой стороной. Подбивные уже готовые. Посмотрите, какая красота. Вот у меня, смотрите, вот кипят грибочки. Тушатся со сметаной. А вот какая красота подоспела уже тыква. Тыква уже готовая. Готовность тыквы можно определить очень просто. Когда она уже в таком вареном виде, она как бы немножко проседает под своим весом. И посмотрите, вот обратите внимание, сколько там воды. Собо. Сейчас я беру половник. И убираю эту лишнюю воду. Вот, смотрите, сколько ее здесь. Нам она абсолютно не нужна. Ну, практически полностью воду я убирал. Включаю. Огонь под грибками. Вот. Вот, смотрите, здесь около литра воды. Сейчас у меня задача такого. Сложить сюда отмельной дыр в перемешку с грибами. Но здесь одна проблема. Проблема такого рода. Как водать солью? Ну, ребята, здесь я ничего не посолю. Такого особого. Просто включаете шестое чувство. Наиболее оптимальный вариант. Это еще раз стабильно посолить грибы. Потому что вот эта вся масса будет требовать свою соль. Вот, чтобы было вкусно. Еще вот так вот чуть-чуть. И приступаю. Здесь вот у меня была вилочка одета. А здесь вот у меня были щицы грибами. Вот. Я не знаю, может быть, следовало рвать такими более мелкими кусочками. Вот. Я не знаю, может быть, следовало рвать такими кусочками. И сейчас вот я что сделаю. Я специально не положил сюда никаких специй. Ну, все-таки, вот конец, вот так вот вверх. Я положу вот так вот чесночок. Положу замороженный зеленый лук. Вот так вот. Все это накрываю. Накрываю вот этой крышечкой. Вот так вот. И отправляю снова в духовку. Снова отправляю в духовку. Ну, как минимум на полчаса. Вот в идеале минут на сорок. Все должно прогреться. Подружиться между собой. И получается потом по полдетной вкусности блюдо. И до встречи через полчаса. Ребята, я еще раз повторюсь, что это блюдо планировалось к Новому году. Но уверяю вас, что в керамическом горшке, вот у меня есть кастрюшка керамическая, у меня есть утятница керамическая. Уверяю вас, что в этой посуде это блюдо получается почти таким же вкусным, как в тыкве. Просто в тыкве это выглядит оригинальнее и как бы более празднично и, ну, как бы новогоднее. Вот смотрите, что получилось. Вот такая вот красотища. Так что пользуйтесь рецептом. Он то стоит. Пользуйтесь, смотрите канал, присылайте свои рецепты. С наступающим вас Новым годом. Всем удачи. Пока. До встречи на моем канале. Лайк.